Всем привет! Я снова на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре ноутбук от фирмы Acer и компании Acer. Все время говорю, фирма Acer. Интересный ноутбук. Пришел он ко мне просто в таком состоянии. В итоге купил я его по цене запчастей, грубо говоря. Дальше мне пришлась работа с ним, поиграться, поремонтировать, поменять некоторые детали. Дальше видео я покажу конкретно. Итак, у нас бюджетненький 15-дюймовый ноутбук. Он построен на базе и платформе Intel, точнее второе поколение Sandy Bridge, предустановленный заводом у нас. Celeron был двухъядерный, сейчас я пробредил его на Pentium. Моделька данного ноутбука у нас E1-531, если так точнее Aspire. Это у нас 2012 год, B830, там Celeron был, зараз там B960, Pentium 2,2 яйца, два ядра. В принципе ноутбук такой более-менее неплохой. И после того, как я немного ее сделал, поменял обгрейд, сделал, то есть добавил, там было два гиабайта оперативной памяти изначально. Я добавил еще двушку. Винчестер уже тоже улетел, поменял другой винчестер. Потом дальше, даже можно было и CD поставить, но это совсем другие деньги уже будут. Вот эта петля была сломана, и за счет того, что она сломана, запчасти вот этой петли попало внутрь кулер. Кулер, короче, сломался лопасти, в общем пришлось менять также кулер. Кулер найти было проблематично, можно сказать, по месту, потому что один кулер мне дали, он не работал, был закороченный. Дальше я думал сделать с двух кулеров в один, но в итоге ничего не вышло, и пришлось ставить новый кулер. Итак, у нас глянцевый серий, такой перламутровый корпус, довольно-таки красиво смотрится, такой, знаете, как будто мобильный телефон, такой, Грей, такой из типа, можно сказать, глянец с Греем. По центру у нас Acer, логотип, в задней части у нас ничего нет, кроме батарейки, можно сказать, вот эта часть батареечки идет с правой части. Два USB, у нас USB 2.0 с плюсиком, то есть подзарядка возможна. Дальше у нас DVD-привод и замочек противогоночка. Спереди у нас есть четыре индикатора, также у нас присутствует кардфидер, SDMFC и тому подобное. Разъемчик, дальше у нас четыре индикатора, у нас первый индикатор включения работы, второй заряд батареи, третий у нас работа Минчестера, четвертый у нас работа Wi-Fi. Так, с левой части у нас поинтереснее, как всегда, ну, это у нас разъем под зарядочку, дальше геобитный Ethernet, после этого идет решетка вентиляции, уже такая поломанная за счет того, что немного открывали корпус, и ты с петлей изломанной и решил, корпус ломался так и дальше. Дальше у нас VGA-выход, HDMI-выход и USB 2.0 также с плюсиком, аудиоразъемы, микрофон и наушники. Все, в нижней части у нас батареечка, занимается она таким способом, ручкой типа раз сюда сдвинул, потянул и есть такой вот. Батареечка у нас 10,8 Вольт, 4050 мАч, моделька AS10D41, 48 Ватт в час. Батареечка на следующий день сохранилась, довольно таки неплохо, вот и еще и работает. Дальше у нас также здесь внутри есть моделька E1 Service, блок питания, который нужен для данного ноутбука, 19 Вольт, 3,42 Ампера, то есть 65 Ваттый блок питания, потому что у нас нету отдельной графики, только встроенная графика. Также присутствует отсек, интересный отсек, я уже замечаю, потек ноутбука Acer. Зачем он нужен, я конкретно так и не узнавал, возможно это какие-то дополнительные платы. Даже мне на сайте, на ютубе писали в комментариях, и я почему-то никак не мог посмотреть, что там и как мне, идея для чего оно нужно. Возможно это для мини PCI-Express, какой-то разъемчик, потому что реально можно либо отдельный режим ADEM. Здесь нету распайки, просто тупо отсек. Дальше снизу у нас есть такой отсек, сразу быстрая замена винчестер, либо вы среди ниху можете поставить и оперативную память добавить. То есть минимальный аппарат как бы есть в ноутбуке. Есть вентиляционные решетки, также присутствует вентиляция под кулером, можно сказать хорошо. Серийный номер E1531, здесь у нас Wi-Fi модуль кстати можно поменять и возможно он идет с Bluetooth. И также две планочки 1333 частотой DDR3 по 2 ГБ. Внутри есть также винты для того, чтобы раскрутить данный корпус. Есть винты разными длиною, размерами, так что нужно смотреть, он и подписывается в принципе. И при этом может, думаю не перепутайте, где как и не нужно. Все оградится, все просто можно сказать. Ну минимум, кроме процессора, процессор нужно полностью разбирать корпус. У нас 4 резиновые ножки, даже 5, по центру такая вот. Все винты раскручиваются, занимаются привод, с внутренней части это все дело достается. То есть как бы разбирается, делается, все чистится как положено. Вот такая беда. Клеим конечно за мостыло, где винты не расклеились, корпус поломанный капитально. Сейчас вот снизу вышли на отчеток. Нормально. Даже царапать и не будет. Ну, прямая вроде крепко. Вот так, в середине как находится корпус. В открытом стане. Вот. В паре есть 1,531. Зробил маленький обгрейд ему. Проблема в том, что взломали одну лопасть вентилятора. Заменили на инший. Пришлось. Даже это уже третий вентилятор не поставил. Потому что передний вообще не работал. Заменив процессор Xeleron 1,8 частотуя на B960 Pentium. Думаю, и краще. Зачайную можно было бы сюда поставить. И квасе и третьего, и пятого. Но пока его не мое. Больше для такого ноутбука. Ну, в принципе, можно его в майбутнем лучше поменяю. Сейчас подъявлюсь. Подъявлюсь. Будем данный ноутбук. Винчест как-то давно поломался. В памяти добавившую планку. Самого нового. Еще 333. Видно распаяно. И под видеокарту. С одной стороны чипи. Також с другой стороны. Вентилятор можно посмотреть. Такая моделька. Клата. Да. Одна петля все поломала майже все. А там даже кнопка эта, что включается. Неутбук. Но даже с ней проблема была. Так. Будем дальше забирать. вот такие вот вентилятор. Вот такие вот. Хоть ее разработать из двух воды. Ничего не вышло. Потому что вентилятор разбирается. Вот тут лопасти. Верно с домами. И главное. помню. Вот так. Вот так. Вот так. в камере сбоку. Есть также. Кроме этого. У нас есть микрофон. В верхней части внизу эсер. Глянцевая. Эшди мат. Существует. 68 на 768. В нижней части все так же просто можно сказать. То есть дешево. У нас кнопку включения. под решеточкой вот тут есть два динамика я не помню что там два или один точно давно разбирал данный лук лежит уже немножко времени мне нужно смотреть или включать проверять потому что некоторые дешевые модели просто ставят один динамик недавно у меня был обзоре дальше у нас дешевая дайсер клавиатура у нас похоже такая если как его некоторых asus ах скоро снимлю похоже там не 20 немного получше здесь вообще мне вот такая клавиатура сразу такой дешевизной пахнет душу все у все клавиши как нечетко сидят то есть клавиатура как будто такая но возможно процессировать до разбираешь ее выгинаешь чтобы снять и разобрать клавиатуру у нас защелочки раз-два-три-четыре-пять-шесть их отщелкнем поддеваем здесь у нас просто фикс фиксация снизу поддеваем внутри клавиатуры есть также винты нужно раскрутить и шлифы аккуратненько также шлифы которые включают тачпад которые есть отдельные кокреаторные клавиши так как бы плюс есть функциональные клавиши фэн после контрола через фэн у нас f3 включение включения вайфая в 4 son f5 внешний монитор f6 включение подсветки монитора f7 отключения тачпада f8 отключения звука дальше эти пропускается в 12 screen lock дальше home у нас play-pause the page of нас стоп в пищи да у нас это предыдущий трек and в следующий трек кроме этого внизу вверх-вниз хрестик у нас вверх больше громкости вниз меньше громкости влево меньше яркости вправо больше яркости ну типа такая функциональная клавиша убивайся и скорее всего она не выставляется как современных ноутбук а еще по старинку то есть все работает через фэн эти клавиши зажимаем также вот у эсера есть такая темка где есть свободное место они всегда в туалет клавиши здесь на кевру значок ну-ка здесь доллара то есть как бы для бизнеса он как раз подходит в банке там например вот такого плана touchpad сдвинуть влево внизу у нас пластиковая тема ну то есть нас корпус полностью пластиковые нет никакого металла может внутри там и помню что то где то есть крепление петель металлический inside intel с правой части аспары и 1 531 intel до 830 18 2 мегабайта 3 кэша то у нас нет лошади графика celeron двухъядерный 156 hd в этой сиди матрица 2 гигабайта изначальной памяти 5 сотка винт сдох то есть накрылся 9d super multidrive файсер бичин вай фай 6 ящечная батарея все как книжка пишет сейчас мы включим его открывается матрица у нас экран нас на 45 градусов чуть даже может больше чем 45 а по bios у нас у нас у их а bios всем мелким текстом пишется и толпением до 960 даже можно какой-то 3 5 сюда поставить и принципе неплохо будет летать данный ноутбук то чтобы сейчас у нас 320 винчестер матуши то у нас 9 раму уже 80 0 версия без биоса 204 вроде бы как бы я обновлял и точно не помню модель аспарь и 1 531 рейсер трое мне у нас время дата в количество памяти и 128 видео памяти выделяется под видеокарту загрузка с сети в 12 загрузка веков онлайн сата модуль нас а чей можно и и даже поставить security все по стандартке но пароль на общий парольный пароль на винчестер юзера само собой биос у нас гуфиа или было гости то есть выбирайте сами загрузка приоритет загрузки у нас вид windows бот менеджер то есть наш система установлена в фи режиме 3gbt также можно выбрать с чего грузиться и все такое если включена в 12 просто зажимаете при старте в 12 брать флешку и все здесь сохранить по умолчанию сохранить и выйти вы сделать сброс либо просто выйти такого плана так пока он нагрузится все это дело то вот такая зарядочка аккуратненько компактненько идет комплексе данному пачку они у нас моделька 11 0 65 н 1 а плюсик у нас внутри вот такой у нас желтенький разъемчик 19 вольт 342 ампера 65 ватт то что пишется в сзади под батарейками аккуратненько лёгенько зарядочка я даже думал что он не 65 а 40 себе так придумал 45 ватт он реально маленькая аккуратненько так и так по характеристике видео ведра у нас 10 и 1 дирекист придержит 1 и 1 пикселя 28 бит так как на две планки по 2 гб работает частота на 650 есть турбо режим данной встроенной графики будет работать намного круче 32 нм на 2011 год запустить тест у нас нет менее свои результаты наверно турбо режим тут не показывает почему-то такие вот характеристики довольно такая качество яркая глянцевая матрица интересно чья она наверное джи филипс не матрица у нас и чмей n 156 и 6-0 0 by 6 7 матрица так процессор у нас до 960 мобилы intel pentium 2 и 2 герцом система плата также и 1 531 чипсят на сашем 70 санди брич то есть нормально что процессор можно поставить hd 2000 графика у нас интел жмя и звук кроме этого реалтек лоси 269 салта у нас intel седьмого поколения c216 а чем то чтобы ммк 3263 с 325 400 сотов вам и честер вот суши то дивидером то самый шубе оси окей все тут братком у нас вайфай версия bios 204 электропитание у нас нос батареечка всего лишь 20 процентов в 4000 миллиампер час практически 4500 там вот паспортная 47 520 емкость при полной заряди 3786 но вот так нормально еще работает один час 20 при том что она 60 процентов только заряжена то есть экономичный можно сказать такой но бочек довольно так неплохо будет работать 50 60 градусов это стабильно тем более сейчас нас 26 на балкончику такая такие температура для данных на боках нормальный может сказать так яш нас также 2 мегабайта третьего уровня как и вселерончик у интима немного покруче тут частота выше все 42 у нас всего лишь ну и это хватает для офисной режима 30 35 ваттный процессор но и держит 85 градусов всего лишь температура туры то есть не любит перегреваться также дуал график на данный режим то 28 бит 3 память нас 4 . две планочки у нас 666 666 няня у нас их оникс чипсеты у нас поддерживает 1333 частоту 16 гигабайт максимальную видеопамять то есть максимальную оперативной памяти можете две планки по 8 их стоит для одну таком чесать версии 204 дисплее графической сейчас посмотрим тоже у нас ну тут покажи пиксельные заполнение уровень трех тысяч но этого генерации 6 есть у нас turbo режим все от на 649 если например запустить то я думаю частотка там вырастет больше не даже самому интересно давно не включат данный ноутбук уже полез в интернет начинающим качать сейчас гпу запустим посмотрим да уже опера что начинает рассказывать давайте так запустим у нас не показывает за раз вот такие результаты сейчас погодим посмотрим тут что он 4000 практически в два раза скорость пиксельные тиксельное заполнение вырастает ну это можно сказать для встроенной графики неплохой результат с такими характеристики в районе 4000 памяти всего лишь там выделено говорил 128 мбайт возможно и больше будет мы ее для офисной режима в принципе хватает чтение у нас нас два канальный режим скорость моя неплохая 18000 хорошо память работает на канале режиме за это конечно intel у плюс даже на таких простеньких процессорах него скорость хорошая по работы память еще чтение запись отлично 19000 до 20 фото хороший результат то есть быстро работает память поставь сюда из излишку то еще будет летать ноутбук даже на таких характеристиках задержки думает я по идее не должно игрушки старенькие думаю сможете поиграть но на данном ноутбуке принципе думаю даже таких те какие-то недавно снимал тоже и машин там и третий на там было первое поколение тянуло мост ванты тут я тоже принципе думаю вы тяну процессор в районе 10 тысяч это норма офисного для для офисного процессора двухканале двухядерного так еще можем сделать у нас 90 к монитору посмотреть как он вообще углы обзора есть немного там и цвета не но не кстати неплохие в данном матрице вот мне нравится есть некоторые матрицы даже у меня монитор филипс 15 дюйма там немного вниз вверх и уже просто какой-то вера ранее цвета происходит здесь в этом плане все отлично сейчас мы попробуем даже запустить youtube ну вот 4к единственно что не хватает через ваш по немножко подгружает а так принципе процессор более-менее справляется 4 хотя он не рассчитан на 4к видео графики изначально у нас 4к вон и в принципе совсем другие графики они даже поддерживают подписывает ультра hd улажни по 4к так он в принципе тянет но немного подружает вот 1080 то есть без проблем будет тянуть более говорю процессор что-то разве в тянет без всяких вопросов насчет динамиков еще хотел сказать и насчет игрушек у меня он знакомый у него леново было отдельно видеокарта nvidia и отключили работает только встроенная графика hd 3000 он даже мудряется на ней играет танки ну недавно звонил говорил что уже все даже это встроенная графика сказала что она не выдержала той нагрузки которые танки грузят два динамика все нормально работает серию потому что вот показывал ей машин обзор то там такого нет все всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписываемся на канал вот мой канал компьютерная технология также есть ссылочка на facebook группу компьютер технологии телеграмм группу дублируется также есть вконтакте есть drive 2.ru потому что у меня есть на канале также видео про автомобильный автомобильную тему то есть на плейлисты есть тут уже больше двухсот видео обзоров разные технику и ретро и все такое если кому интересно можете зайти посмотреть где-то приблизительно видео на канале около 267 или 86 такое уже есть то есть есть что смотреть долго тем более видосики мне они не по 5 10 минут 15 может быть в основном это 30 минут в районе 30 минут даже некоторые есть или до часу то есть если кому-то интересно можете посмотреть послушать подробные обзоры то есть покажу расскажу некоторые говоришь много модели ну вот так сейчас уже привалило 3000 подписчиков можно сказать это уже какой-то результат хотя за сколько лет конечно но все-таки народ смотрит интересный все на встрече спасибо что со мной подписывайтесь